Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. Не лайфь, не лайфь. Сегодня у нас будет вот такая распаковочка с Amazon. Тяжелая. Где-то 5 лб, наверное, весит. В общем, как вы думаете, что в этой посылке? Даю наводку и подсказку. У каждого ребенка это должно быть, потому что дети ходят на Sleepover Party, друг другу в гости, короче, остаются ночевать. А я даю подсказку. Об этом мечтал Леонардо Ди Каприо в фильме Выживший. Ну, наверное, мечтал. Вот. Еще... И, в общем, наш Антоша едет от школы или со школы в трехдневный поход. У них будет две ночевки, правильно я говорю? Две ночевки. Вот. Это им надо туда. Я думаю, вы догадались, что это, скорее всего, телефон новой модели, в котором будет компас, фонарик и все дела. И вы оказались не правы. Мы начинаем распаковку и показываем, что это. В общем, когда мы ходили... Не мы ходили, а Антоша ходил к друзьям. Но это дело немножко так игнорировали. Он брал с собой плед. Вот. Когда к нам приходили, они тоже это не брали. Но почему-то первое время, когда Антоша собирался ходить к друзьям, ему все время говорили, да? Нет. Один раз мальчик приходил к нам с этим. С этим. Но они этим не воспользовались. Вот. И, в общем, нам говорили, что это надо. Но там мы игнорировали, брали плед, брали подушку. А вот, поход, это уже надо брать. И, в общем, это вот такая вот классная вещь. Давайте же ее откроем. Старик-трей. Теперь Антоша может спать на снегу. Да. Наверное, пакет этот... Ну, так. Аккуратно открою, потому что его... Да, с этой вещью он сможет спать на снегу. Это супер классный спальный мешок. Купили мы его на Амазон от компании какой-то Хай Хайкер. В общем, ценовая категория этих мешков, которые предлагают на Амазоне, скажем так... Зайка, что ты хочешь увидеть? Ты так смотришь на него? Да, цвет какой-то так себе. Цвет черный. Нарядный какой-то. Зайка, это чехол. Ценовая категория от 17 долларов. Где-то, скажем так, наверное, до 60-80. Этот стоит 39,95. Почему я остановился на этом? Потому что они предлагают пожизненную гарантию. Так называемая лайф-варанти. Вот. Я долго их перебирал. Смотрел, типа, по звездам. Там у кого лучше, у кого хуже. Короче, смысл тот, что у них есть одна проблема. Они все расходятся по швам. У них у всех ломаются замки. И все они сделаны из одного и того же материала. Только из-за того, что... В общем, вот этот мешочек. Только разница в том, что... Если это, например, продает компания Кулман, если я правильно ее называю, которая делает холодильники пластиковые, всю вот эту вот атрибутику для походов и для пати, то за счет имени они берут в два раза больше цены. Вот. А если это какая-то компания малоизвестная, она продает то же самое, только за меньшие деньги. Вот. И что прикольного с нашим мешком? У него еще должна быть подушка. Она где-то названа. Займи, томи. Утомились. Все видно хорошо? Сейчас будем делать эту самую, хотел сказать, беговую дорожку. Красную дорожку раскатывать. Вау. Вот такой мешок. Вот такая мега подушка. Главное, чтобы она не потерялась между ушами. Так. Надо найти, где у него дырка. Помнишь в анекдоте у Колобка? Так. Ну вот, классно. Кудзом по мере. Сейчас будем играть в Шурика и в Кавказскую пленницу, как он делал, так-так-так. Сейчас я закатаюсь. Главное, в речку не упасть. Так. Ну что. Тут у него есть какая-то липа. У него достаточно такая, ну, нормальная молния такая вот. Она двухсторонняя. Можно застегнуться изнутри. Так. Ну сейчас я попробую упаковаться, как Шурик. Так. А, и какая-то женщина, значит, которая выкладывала фотографии. Она вот так вот сфотографировала упакованного мужа. И, в общем, там была подпись, что он 238 ЛБ. И, в общем, этот мешок. Больше она его не доставала. Вот так вот мешок на нем был натянут. Так прикольно смотрелось. Вот. Ну сейчас посмотрим, как это. Каково было Шурику. Опа. Блин, ну класс. Подушка, подушка. Кот, ты без подушки спать-то буду? Так. А застегивайся. Зай, ты как-то неправильно лёг. Как неправильно? Ну это же голова, дырка. Всё, я правильно лёг. Ой. А подушку? Сейчас, подожди. Подушку, подушка. Ты можешь подойти меня и там... Ой, хорошо. Так там же нужно на горову, на тем, что горова не мёрзла. Не замёрзла. Ну вот как-то так. Ну да, я тебе помогу. Ну ты же, что без меня, как ничего не мёрзла. Ну и так. Вот положение в голову. Всё, спрятался. Где тут замок? Котурбасил. Сейчас, подожди. Сейчас я найду замок изнутри. А вылезти потом как? Ну ты потом не выйдешь. Блин, ну мне уже жарко, честно говоря. Готовый, Вася. Я тебя фотографирую. Видать привет бабушке. Бабушка, привет. Купи себе мешок. Не будь этим самым. Да. Ну всё, я как Шурик. Видишь? Ну подожди ты. Как он там вставал? Почему он подошел? Подожди, ты без подушки ходишь. Зая, да не надо мне подушкой обстать. Не надо подушкой, давай подушку подложим. Ну блин, я уже сплю практически. Всё, отдыхай, Серёжа. Ой, хорошо. Короче, ощущение, что ты лежишь на голом полу. Ну тепло, наверное, будет, потому что мне уже жарко. Ну, Зая, ну отходи, что ты меня снимаешь. Мне нравишься, как я тебя снимаю. Вставай теперь. Кайф, а чего он вставал, скажешь? И как он встал? Как он смог встать? Вот я не могу встать. Не это самое. А у него руки наружу были? Нет, нет, внутри. Он же поэтому и упал. Так я же замок порву тогда. Не рви, Серёж, замок. Потому что завтра ехать. Не, я не встану так. Подожди, а как он встал? Ну, ты сегодня будешь пересматривать комедию, чтобы научиться вставать. Ему явно давали руку, потому что, Зайка, сам не встанешь. Ну, на колени, наверное, нужно встать. Пойдётся, я боюсь порвать. Не рви, Серёжа, хорошая вещь. Ну всё, короче, чтобы вылезти, надо достать руки. Надо вот так расстегнуться. А весь прикол в том, что они же не на улице дети будут спать, а на кроватях. Ну, мы надеемся. Подожди, Антоша же сказал, что им на этом собрании сказали, что они будут жить в комнатах. Ну, в небольших домиках, и там кровати будут. Короче, вот тут под шею идёт такой вот... Ну, в нём даже бы я бы натолкал сюда нормально поролона, чтобы... Типа, как валик под шею. Но он никакой вообще, этот валик никакой. Его можно затягивать. Капюшон. Ну, я не знаю, капюшон, наверное, надо использовать, как этот самый. Как подушку. И подушку на капюшон. О, так, можно это самое, смотри, что. Можно, когда закрываешься, если не водишь, спать или... Можно проветривать. Прикольно такой, да? Ну, то есть, вот. Такой хорошенький мешочек. Комбинированная расцветка. Модная молодёжная подушечка. Ну, вот так вот, если положить капюшончик, подушку. Ну, можно и переспать три ночи, да? Ну. Нормально. Зай, мне кажется, они за день будут уставать, и будет он засыпать, и без мешочка. Нет, так засыпать он будет. Ну, смысл в том, что им, типа, согреться. Ну, вот это вот, типа, штука. Сейчас я застегну. Если кто-то тебя ещё и застегнёт, то можно вот так вот затянуть голову, и останется одно лицо. Ну, я думаю, это лишнее. Мне кажется, дома, говорю, это ладно, если в палатке, там, на улице. Зай, ну, мы же не знаем, какого там качества домики. Может, там домики, знаешь, из двух фанерок. Этот мешок, пишут, может, скажем так, помочь, если на улице порядка сорока дегрей, по-моему. То есть, это где-то по-нашему градусов 10, наверное, 14 тепла. Ну, а там прогнозируют, что на эти выходные будет 52. 52, это знаешь, только это где-то, да, 10-12 градусов, может. Ну, нормально. Вот, а что его по укладке? Проблем, наверное, не будет. Взял вот так вот сложил. Да, он мягкий, мне кажется. Сейчас я попробую скрутить. Ну, мне кажется, материал должен быть более баллонивый. На внешний вид этот материал напоминает мне подкладочную ткань. Вот. Учитывая то, что он достаточно такой плотный, шёлковый, внутри он точно такой же подкладочная ткань. Наверное, из-за этого создаётся какой-то эффект вот этого вот, как это сказать правильно, парниковый эффект. Ну, в общем, смотать ему будет его трудно, потому что, видишь, я его смотал, а он уже не влазит. Ну, они помогут друг другу. Сейчас я вот ещё уточню. То есть, сверху он такой вот, как шёлковая подкладка в костюме, и внутри он точно такой. Синтепон, как обычная куртка на синтепоне. Я не могу сказать, что он очень толстый или очень тонкий. Вот. Ну, такой тоненький синтепончик, короче. Ничего в нём особого нет. То есть, вот если даже на него вот так вот в сложенном состоянии лечь спать на полу, то будет не очень. Будет чувствоваться жёсткий пол. Блин, как его скрутить, ему надо хорошенько как-то ждуть. Сегодня будем тренировать Антошу. Складывайте. Его надо с самого начала, Зайка, вот так вот очень плотно скручивать. Зай, ну он не будет его каждый день скручивать. Они же, наверное, один раз. Ну ему же надо будет собраться, уехать. Как-нибудь уж скрутит. Ну вот, я его, в принципе, наверное, скрутил. Подушечку. Подушечку. Если что, он может и в сумку положить, и... Ну главное, чехол засунуть в чехол. Чехол засунуть в чехол. А подушечку уже или сверху, или в сумку там засунет. Ну, в общем, если ты опытный турист, то я думаю, у тебя проблем не будет с упаковыванием. А если вот такой как мы, который видит его первый раз, то получается, что капюшоном наружу, походу. Все осложняется тем, что эта ткань скользкая, она разглазится. Ну вот, смотри, и все. Ну и подушечку еще можно затопить. Подушечку сверху, вот так вот. Все. Ну, не тяжелые, не легкие, нормальные лямки эти. Да, вот они вот так. Как на плечи можно набросить, Сережка, крюкзачок или нет? Нет, он типа за ручку берет. Эти лямочки, видишь, вот так вот сверху одеваются, да? Его можно, конечно, и вот так вот затягиваются. Ну, я просто думала, что там будет капюшнгзак. Да, я думал, что у него какая-то шлейка. Но он обычно везде, где нарисовано, да? Он типа цепляется за рюкзак. Ну вот, взял его вот так вот. Короче, обычная оболонька. Тренируйся, Антон. Да, вот так вот именно подкладывай, чтобы он сам себя не тянет. Папа говорит, со знанием делал. Он сегодня днем тренировался. Глубже закрывайся. Чего ты другу оставил? Я тебя не буду иметь. Поэтому я буду всегда иметь в себя. А можно потом, нет? Может, наконец-то, потом ты можешь спать, если захочешь. Урубнитесь, ребятки. У нас тут хорошо работает. В принципе, хватит. Папа, обнимите. Антон, тренируйся и лежать. Тренируйся и лежать? Ну как тебе лежится? Очень тяжело. Чего? Я не могу дышать. Почему тяжело? Тепло сегодня? Нет, я так шутку. Голова низкая получается, да? Да нет. Поделись своими ощущениями. Очень тяжело. А тепло? Разойти и выйти. А теперь попробуй выйти, Антош. Это будет одна из больших проблем. Давай, расстелкивайся. Но Антоша же длины хватает. Зая, длины мне хватает. Он очень длинный. Так, кто хочет еще? Я хочу, я хочу. Ну, ты видишь. Мне надо сделать пятый, если он будет. Фонарик, чтобы я мог. Ну, ночью, если вставать. Катарин, давай твою очередь. Сейчас фонарик есть, возьмешь его с собой и все. Катарина, значит, покажет мастер-класс. Давай, слайд. Под голову подушечку потом помешь. О, да. Залезла? Да. Ну, не рви потихоньку. Антош, пару слов, куда ты собираешься. Я в компанию. Ну, что-то переложить сама, илиначе? Подушечка должна быть под головкой. Опускаю, опускаю. Ты лапку опускаешь, ты специально не опускаешь. Не еще опускаю. Ну, короче, как-то так, да? Гусеница такая. Катарина с головой хочет покататься. Ну, как? Класс. Ты был более профессиональный, бат. В твою ногу спавни. Зачем одни ждите? Саша, еще ты не лежал. Зай, ну давай. Катаринка, вылетит, твоя очередь. Сейчас, я попробую выйти. Чикикикик, бывает, бывает. Чикикик, бывает. А может, я так как-то был? Да? Я хочу. Нет, вот так не надо растаять, Скатаринка. За замочек аккуратно тянет. К следующей. Саша, ну дай Катаринке выйти. Мам, ты сказал. Саша, идти внутрь. Саша, спятайте, Шан. Будет еще одно место. Саша, сила 3 можно засунуть. В общем, если Саша поедет в кемпинг, то им с Патриком можно один покупать. Парти, давай я заходю, Саша. Зачем головой лепет. Стоп, стоп, вот так не надо. Открой, убери это. Вот. Саша, хватит двигаться. Все, хватит. Тебе это не надо. О. Это не комфортно. Саша такой большой. Нет, нет, он такой маленький. Да, он такой маленький. Саша, иди на самую эндер. Саша, он не может развернуться, может. Я бы лучше крикать хочется еще. Ну что? Так, Антоша, сейчас будет тренинг. Собери. Сейчас он еще пускай раз упакуется. Так, Антоша, давай еще раз упакуемся. Ой, ну ладно. Скажем так, как вот. Ну, многие товары мы, например, я просто хочу сейчас про Беларусь сказать. Что вот смотришь там, типа, когда новости там или еще что-то. Лукашенко там говорит, что типа импортозамещение и прочее взяла. И пытаются делать какие-то высокие технологии. Вот. Подкладочная ткань, синтепон. Шейте, блин, мешки. Продавайте вместо Китая. Правильно, да? И все. Классно, короче. Что классно? Все классно. Ну, в общем, вот такой мешок. Вот вся распаковка. Так что, кому в поход, на Амазоне можно купить. Вы были на канале Наша Декомерия. Не лайк и лайк. Да и увидите все в интернете и пишите ваши комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok